Выгонял, и они не смогли зайти, друзья. Ну а мы, друзья, переходим к самому интересному. Третий раунд, и игра на ваших экранах, слово комментаторам. Летим и наблюдаем в очередной раз за чемпионами прошлой катки. Это Сентинелс, который десантируется, ну, я так понимаю, не в купол грома. По крайней мере, в том направлении они летят. Да, нет, все-таки это купол грома. И прям вот так вот на клеточку приземляется сходу Сенокси. И интересно будет посмотреть, как вообще разлетелись команды и куда пойдет все-таки зона. Потому что у нас вот прошлое, откровенно говоря, немножечко подпортило впечатление. Потому что вот этот дом, он не очень зрелищен в плане последней зоны. Там слишком много вариантов, как можно размансить. Да, и изначально весь этот геймплей на двух скалах, когда команда садится, занимается позиция. То есть все по тому же самому, в принципе, сценарию и проходит. Вот, кстати, с Сентинелс как бы не произошла та же самая ситуация, что и с командой Фнатик. Когда они уверенно там шли, брали топ-1 даже 22 раза. И потом, в конце концов, они не смогли добраться до нужных позиций и просто вылетели. Да, но что касается прошлой игры, Сентинелс, ну, не сказать, что повезло. Но Сентинелс выбирали единственное правильное направление. Возможно, где-то отчасти везение. Но, возможно, они действительно все правильно читали. 12 фрагов сделали, но большинство этих фрагов они делали в тот момент, когда команда, которую они загоняли, сражалась с кем-то еще. И Сентинелс ступали в эту бойню уже из-за, ну, с позиции силы, потому что там кто-то ведет бой. Возможно, даже два склада можно забрать и так далее, и так далее, и так далее. Да, я показываю, кстати, зону, она на центре карты, я успел заметить, прямо на речке. Да, это, скорее всего, ну, актуальная зона, малая вероятность. Да, может быть, та самая зона возле дома Фнатик. То есть для тебя теперь это дом Фнатик. Ну, просто они там дважды сидели, поэтому он запомнился, вот. Ну, и редко можно увидеть, как коллективы укрепляются в этом доме, потому что там большое количество щелей, которые открывают тебе обзор. По сути, со всех сторон ты можешь принимать соперников, которые подходят просто-напросто к дому, ну, и не пускать никого под него или на него. Спасибо, нам передали слово. Да, возвращаемся обратно в игру. Комплекс показывают на артиллерии, которая лутается активно. Вообще, интересно, локация, вероятно, большая, и склада здесь нет ни одного. Кроме комплекса. Ну, да, разумеется. Да, при этом, ну, то есть, чтобы залутать эту локацию, реально может уйти, ну, практически все время первого круга. И, ну, в теории, конечно, можно его потратить, но если учитывать, что в итоге тебе придется в срочном порядке потом через все эти склады пробираться туда, к центру, оно того не стоит. Да, кик тем временем на… ну, рядом с фавелами здесь бродят на севере карты. И тоже тут огромная лока, где действительно очень много лута. Тут интересный момент, просто команда вроде как выбирает… Интересная зона. Да. И выбирает просто те локации, по сути, где очень много лута. То есть это целиком артиллерия с туннелями, это слам лейк, те же самые, руннов целиком и полностью. И кто-то ведь приземляется на небольшие места, там, типа древушки между, условно, бункером и авиабазой. И лута они получат не столько. И вот такие команды, они не смогут закрепиться, в свою очередь, где-то на одной позиции до конца игры. То есть им нужны будут пополнять патроны, какие-то боеприпасы, чего-то будет, в общем, все время не хватать. Да, но при этом они организуют для себя 100% безопасное начало игры, что маловероятной конфронтации будет с командами, которые будут перемещаться из зоны в зону после вот этого мощно набранного лута. И, ну, в целом, оно нужно вообще тебе отбивать какой-то мелкий дом, который даже, ну, не обезопасит тебя от следующих каких-то замесов. Так, тут Гамбит тем временем показывает, что ТСМ есть первый нокдаун. Он соперник Гамбит при этом добивает игрока. Ну, фраг в любом случае достанет ТСМ. Понятное дело, но тут все же они выключают одного из игроков вражеских из игры, что очень важно. То есть потенциальный соперник. Да, 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 его уже не поднимут. Там за байнером Мисс Фитс тоже не поехали. Не та ли эта зона, которая в итоге сойдется вот сюда вот поближе, где-то здесь, на вот этих болотистых местностях, а там в районе крыши очень вольному Узу достается, ну и придется ему отойти. Энерджи, кстати говоря, расположились в этом крупном доме. Да, у них нет большого количества там жестких девайсов. Хотя Альтернатор и Флэтлайн в целом это хорошо, тем более, что еще и золотой прицел есть. Рядом лежит парочка белых арморов, которые можно будет надеть после того, как ваши снесут. Так что в целом оборону здесь занимать дело довольно интересное. По крайней мере, это может сработать. И уже есть минус по Музу. Его все-таки не отпустили. Дизи пошел вулутать. Дизи, если что, в любом случае успеет отойти. Как мы знаем, в данный момент он играет уже на Патфайндере, хотя долгое время исполнил на рейп. Ну и к тиммейтам, если что, он обратно вернуться всегда успеет. Я вспомнил, кстати, где я видел FlyQuest. Эта организация когда-то показывала свой состав в чемпионате мира по Call of Duty. И также сейчас имеет по Лиге Легенд Fortnite 2, помимо Апекса составы. Но она относительно небольшая. Да и в принципе всего два года. Тем не менее, сейчас вот их состав по Апексе успешно идет по верхней сетке. И достаточно неплохо себя показывает в играх в целом. Да, что интересно. То есть в большинстве случаев мы видим от них неутешительный результат. Но они порой берут какие-то вторые-третьи места, дают большое количество киллов и продолжают свою шесть по верхней сетке. И это, наверное, самый лучший способ. Они не демонстрируют ничего сверхъестественного. Но все же держатся. Ой, тут первый есть нокдаун. Но, кстати, Na'Vi заняли... Нет, в этот раз, кстати, гнездо заняли. Есть активное сражение уже с командой FlyQuest, которая вроде как Na'Vi выигрывает. Да, PKMK должен ползти постепенно к тиммейтам. Врывается FlyQ постепенно по одному. Кстати, остался только один лоу. И нужно ему откидываться, гранатов, откидывать, зажигать, но взбирается на дом. Смогут ли Na'Vi как-то состязаться с ним? Потому что у него есть синий армор, его начинают расстреливать. Ему нужно будет спрыгивать, а там его уже будут встречать. Да, при этом у него только один лишь квадрат остается, где он может находиться. Пытается, возможно, сейчас Клаус поднять тиммейт, либо забавить противника на то, чтобы тот начал идти. Аркстар пролетел, ай, еще граната! Яй-яй-яй-яй-яй! Это минус Na'Vi. Na'Vi занимают 20-е место. Это... Это... Смотри на лицо лоу, говорит, да! Это так грустно. И какой Аркстар был, согласись. Да-да-да. Как бы вот Na'Vi, знаешь, после этого не поплыли, к сожалению. Ну, то есть, опять же, три игры, они с крайне печальным результатом. Cypher должен позаботиться именно об этом. Чтобы моральная составляющая команды была на уровне, опыт у него достаточный. Да, и ведь говорил он в интервью о том, что ребят сначала несерьезно относятся к играм, когда не чувствуют соперника. Хотел бы, чтобы их, ну, закинул в самую сильную группу. Да, ребята дошли по сетке венеров, вообще в финал венеров в целом. Но здесь, судя по всему, уже настолько большая конкуренция, что, увы, в некоторых моментах они сдают свои позиции. Да, но тут уж точно можно сказать, соперника они чувствуют. Других причин здесь как-то недоигрывать нет. Да и не сказать, что недоиграли. Их просто зажали. И причем очень грамотно зажали здесь их FlyQuest. Ничего не попишешь. Кстати, именно FlyQuest, которых Na'Vi оставили двадцатыми в первой игре, оставляют саму команду Na'Vi сейчас двадцатыми в этой. Это месть. Это просто месть. С другой же стороны, даже взять, ну, топ-3 с фрагами в следующем раунде уже принесет Na'Vi, ну, чуть ли не гарантированный топ-10, наверное. Да, не все так плохо. Так, а там тем временем начинают настреливать команда Energy. Комплекс тинокует одного из игроков FlyQuest, которого только что вызывали. Кик тут же подключается ко всему этому замесу и не позволяет ничего, никак помочь вообще своему тиммейту. Тем же FlyQuest. Хотя, вот, вроде как его отпускают. Постепенно за машину тот уполз. Пытаются, пытаются там по ногам попасть, но не выходят. Нет фитмарков. Зака добили. Все-таки минус один у FlyQuest. Комплекс пока что уверенно держит треугольник. По армору, правда, не все очень гладко, но вроде как банки есть, поэтому, в принципе, восстановят. Да и ульта Ватсон тоже где-то рядом должна работать по логике вещей. Ну да, у Ватсона сам восстанавливается армор. Что-то еще снизу с контейнмента придет по тросу, возможно, из соперников. Кстати говоря, FlyQuest теряет еще и Монсуна. И остается у FlyQuest только лишь один игрок. Тот самый Лоу, который их спасал против Na'Vi. Это, знаешь, такая месть, что ли. Ну, не месть, а... Как это сказать даже. Ну, то есть забрали противника, который вас выбивал первым, но при этом теперь уже сами тоже все могут погибнуть. Долго не прожили. Да, заработали три очка, и на этом, в принципе, все. А тогда с нами то же самое, кстати, произошло. То есть они, по-моему, десятку... Ну, не десятку... В топ-15 не вошли. Ну, да, вроде как там одиннадцатый, что ли, было. Но не суть, на самом деле. Важно, что у FlyQuest по-прежнему один игрок дожив. Там уж всякое может произойти комплекс, и пока трубят отступление. Там по этим ущельям можно будет пробираться. Вопрос в том, кто-либо держит ли эти ущелья или же нет. Так, вот обмен патронами нужными с тиммейтами. 200 патронов в длинном луке достаточно, мне кажется, до конца игры. Так, интересно, открытие от комплекции можно сносить ультимейт Ватсон. А далее уже мы знаем, к чему это ведет. Ну, так глубоко он был поставлен, хотя, с другой стороны, возможно, там и возможности самой нет. Поставить было его достаточно ближе. Дальше, вернее. Ближе к стене, ближе к скале. Да, да, ближе к скале. Лезть не стали, лезть на оружие, не стали слишком уж серьезно давить соперника. Это вообще как пытаются с контейнером кого-то найти здесь Мирка. Я даже не знаю, мог бы он даже хитмарк дать. Ну, если бы смог, и если бы нокнул, я думаю, это такой один из хайлайтов был бы. Оу, там прям на скале, наверху. Но там, по идее, должен быть таймер, поэтому долго соперник там просидеть не должен. Мирка попали. Очень больно, но есть у него Феникс. Правда, мне кажется, довольно обидно Феникс тратить. Там серьезный урон с гранат пролетает по той же Ватсон. Также сняли весь армор Рейфа, ну и комплексы все дальше уходят. Тот от них, тот от других, и начали давить. Мирка должен скрываться. Ну и постарается в ответ. Как-то очень жестко попадает он двумя патронами. Всего два выстрела, два попаут. Тут же три мимо. Есть вероятность, что комплексы здесь долго не проживут. Перезарядка пошла. Хаос не работает достаточно. И есть желтый армор у него. Точнее, желтый, но каучит. Но не факт, что он выживет. Рейф. Он не доюзал Феникс. Пошел в зону. Может быть, это спасет на самом деле его? Подожди, он по краешку мансит. Нет. А если бы он доюзал Феникс, вероятно, выживал бы. С другой стороны, его, вероятно, зона бы убила. Но это уже не так важно. Комплексити падают. И они занимают девятнадцатую строчку. Виртус проснула. На речке сидят в небольшом домике. Накопались. Кстати, в том же, где и семь восемь девять находились ранее. И этот дом принес им победу. Стопроцентная практически стратегия, по сути. Хотя, тут с разных сторон, но это слишком обстреливаемый дом. Так, вроде эта зона на него и сойдется. Я могу ошибаться. Я далеко не 45 тысяч часов наиграл в игре. Но, по-моему, зона и сходится на этот дом. Поэтому, а почему бы не посидеть? Медведя устроили себе там берлогу. И можно ее оборонять. Там гранат прилетел под Дизи. Тиммейта не нокнула. Дизи страдает. Если сверху на доме пока что разведут обстановку. Вообще, очень опасная позиция. Потому что со всех сторон его видно абсолютно. Уже, кстати, и Gamer's Origin заняли гнездо. Здесь ранее бывали и... Знаю, вот их десбоксы здесь где-то валяются. Да, и для них очень важно, что, скорее всего, им в спину тоже никто не придет. Мало вероятно, что с бункера будут к ним подходить. Пытаются, пытаются нанести урон. Но пока что все тщетно. Да, там как раз-таки, по-моему, Энерджи в этом доме засели. Не уверен, что сильно очень этот дамаг-то может зарешать. Просто, особенно когда противник возле укрытия, на мой взгляд, практически бесполезный трат патронов. Да, но всегда есть вероятность на крыше стоящего соперника быстренько нокнуть с того же длинного лука в голову, достаточно хорошо ему попав. А потом его и добить быстренько, когда он еще не успеет толком-то ничего сделать. Так, продвигается тем временем MVP, кстати, вдвоем. Что, интересно, даже не успел заметить, когда... Ну, раз они в очередной раз потеряли, и раз в очередной раз ливнул, как только его убили. Скорее всего, это именно так и произошло. Так, минус Мондо, и остается пока только Ака. Он попытается его поднять. Ай, там сзади нашивают очень плотно. Кстати, здесь место гибели команды комплексити. Да, да, именно оно. Тут Лирика начинает пробивать. Лирик подходит к тиммейту, свой рейф постарается поднять. В принципе, есть прикрытие. Еще снизу MVP находится сейчас, прямо рядышком с ними. Очень проблема. И пока ринг пытается выбить этот хайграунд, сзади MVP могут их найти. И продамажь ту же самого тинейджа забрать очень быстро, с ученым его армора. А вот, кстати, по-моему, они встретились. Да, но там уже зона поддавливает, поэтому и MVP, и ринг придется в итоге отсюда уходить. Вопрос в том, пойдут ли они наверх или вниз, скорее всего вниз. Это намного комфортнее, чем штурмовать хайграунд. Постепенно съезжают все в подкатах, откидываются гранатами ринг. Здесь уже твои гранты, точнее, сэйвить гранты нет необходимости. Тебе нужно как можно сэйвове уходить от этой зоны и проходить в более закрытые помещения. Там и снизу, и сверху начинают рингов обстреливать, и уже нокнули их рейф. Солары также потеряли тиммейта. Пытаются здесь замансить. Команды 7-8-9, вот, кстати, их нам впервые показывают на этом раунде. И они, кстати, между двух огней. Но, с другой стороны, тут сэйскала и нога Либиафана, который... Либиафан — сомнительное прикрытие. С другой стороны, есть возможность как-то там постараться от него именно отыграть. Но нужно помочь сейчас Эксенсу. И, кстати говоря, там, судя по всему, нокнули Элю, и нужно будет ее спасать. Да-да-да. Там еще и съезжаешь ты постоянно к этой ноге, потому что место не самое удобное. А G2, кстати говоря, страдает. Серьезно. Рэд и нокнули, и он тут же был убит истечением крови. Еще один игрок G2 тоже лежит бездыханный. Кстати, спасли все-таки Элю, и постепенно отхиливается. Здесь команда 7-8-9. 16 складов в активе. Ты посмотри на эту маленькую зону. Да, она, вроде, кстати, на том же самом доме и сойдется. Ну, тогда. Где 7-8-9 сидели и ранее. Правда, выйти слишком тяжело будет. Пытаются, кстати, обойти в спину. Кик. Опять это соперничество между 7-8-9. Команды Кик возвращаются, поняли, что их дамажат именно с дома. Сверхов. Ой-ой-ой, тут Саня заряжает. Смотри. Сайпа все-таки продамажил, поставил на колени. Теперь еще Аркстар может добить его вполне себе. А нет, здесь ульта стояла, но выходит добивать уже с Винменом. Соперника не получается сделать. Здесь все-таки MVP погибают. Все, это был последний игрок команды MVP. Ну, это Саня. Он может. И тут же пошел, подлечил арморчик, подвосстанавливал его. Фиолетовый теперь уже есть. Можно будет команде потом смещаться постепенно. Но сами-то 7-8-9 знают, что какая-то зона не понаслышке. И что смещаться нужно будет ближе к тому самому сараю. Думаю, его не назовешь. Нужно будет в ближайшее время, потому что на таймере 35 секунд. Почему-то сарай обычно ассоциируется с тем, что можно легко снести. К сожалению, в этой игре дома нельзя разрушать. Ого. Я думаю, не к сожалению. Иначе укрытий бы не осталось просто. Ну, в Battlefield... Пара ультов от Гиби, один от Бангалор и минус полкарты. Смотри, где я спрятался здесь. Лирик. А ничего больше не остается рингом. Им нужно действительно играть просто на место. В топ-15 вошли уже неплохо. Нужно стараться делать максимум. Мы помним, что делал Саня, оставшись один. Мы помним, что делал... Я уж не помню, кто у Гамбит, тоже оставшись один. И здесь тоже нужно пытаться выжимать максимум из каждой капли игры. Так, рок-тиммейт. А вот, кстати, и Гамбит. Там Сигн оставался вот так далее. Да, да, точно. На Pathfinder. И вроде как портал проложили, чтобы его арестнуть. Или его так арестнуть? Не факт, что сможет подлететь к тиммейту, а вот Артика может его спасти. Хотя нет. Мог бы сейчас Сигн нырять в портал, и я бы на его месте именно так и делал. Да, Артика говорит, ладно, давай, бывай, я пошел. И Сигн должен был сейчас прилететь к Санцету. Добрый вечер. И возрождение. Где-то... Это как он быстро ползает. Это да, перебирает ногами. Здесь, кстати, вырубаете временем сверху. Приходит Сквад Сентинелс и минус Винстрайк. Винстрайк рассыпается, Энерджи рассыпаются. У Кик также падает Матрикс. Продолжает Сентинелс настреливать. И Сентинелс наносит реально огромный урон. Уже 2 кг как минимум на одному из игроков. И да при том, что тренировка Сквадов по-прежнему есть в активе. Прилетает Аркстарт. Опа. А нужно от него отойти подальше. Есть урон по Ватсону, но Ватсон уже восстанавливается Фениксом. Гамбит должен, по идее, отомстить сейчас за гибель своих товарищей из команды Винстрайк по логике вещей. Потому что сверху Сентинелс как раз в неудобном положении находится. Что им нужно будет идти вниз. А Винстрайк ближе находится к этой зоне. С другой стороны... Ой, Гамбит, вернее, придется идти вниз к зоне. С другой стороны... Так, Саня пошел воевать. Саня знает, где находится оппонент. Нужно за этой... За этой елкой его забирать. Это тот самый Лирик, который так хотел выжить. Он, знаешь, как тот самый котеночек. Да, да, да. Я обязательно выживу, но нет. Его забирает Саня. Саня никого не щадит. Кик. Теряют игрока. В Virtus.pro начинает отстрел. Одного. Нокнули второго. Также нокнули. Но это уже сделали Саур. Ну и Кик постепенно тоже рассыпается. Саур, кстати, тоже организация из Call of Duty пришедшая. Там достаточно неплохо себя показывало. Но вот другие дисциплины, к сожалению, взять какое-то уверенное место сверху не получается у них. С высокой вероятностью, кстати, Energy, которые были доселе шестыми, уже падают в нижнюю половину. Это, кстати, ну такой небольшой удивительный результат. Я думаю, вообще в целом нас заинтересуют результаты сетки венеров и команды, которые там останутся, ну и пройдут гранд-финал. Но это пока с высокой вероятностью. У нас все-таки это только лишь третий из четырех раундов, во-первых. Во-вторых, у них там есть 8 киллов за вторую игру. Ну и, значит, очки тоже получены. Будем смотреть. В Misfits только один лишь хелп. Осталось 12 сквадов по-прежнему есть. И 31 человек. Так, тут TSM в очередной раз в этом доме сидят. Ну, правда, ранее находились чуть выше уровня. Мои попадания по рейву. Нет, как же он на Манситне все-таки добрали. И Virtus.Pro тоже успели потерять игрока. Он, по крайней мере, был нокнут. Кик страдает, в том числе. Пытаются здесь заштурмовать тот самый домик, в котором зона. И пока что это не всем удается. Killfit просто летит со скоростью света. Ты посмотри, сколько фрагов делается. Все палки, всем. Гамбит, кик. Ты посмотри, сколько минусов от команды Гамбит и от тех же 7-8-9. И СНГ коллективы продолжают сражаться. Killfit не справляется с таким активностью. С таким активностью, на сервере с такой активностью, с этим количеством фрагов. Геймеры Origin вообще на доме решили, на сарай этом. Это те самые геймеры Origin, которые не так много килов делают. Подожди, Саня нокнули. Саня нокнули сейчас. Там проблемы 7-8-9 за этим камнем появляются. Нет, Саня в активе Эксенса нокнули тогда. Его уже подняли, и он уже восстанавливает свой армор. Вследствие он восстановит еще и ХП. Мне кажется, если 7-8-9 знали, как дейфится в этом доме, они знают, как этот домик вскрыть. Это не так работает. Но, возможно, у них получится это сделать. То есть, ну, знать-то все более-менее знают, как эти дома вскрывать. Но не факт, что это получится, потому что там много будет решать стрельба. И нужно постараться сделать так, чтобы тебя самого не пытались откуда-нибудь с тыла вскрывать. Да. Так, интересно. Там пока что никого не видать. Но на крыше разве что игроки сидят и туда подходят. Это он же, да, это Геймер Ориджин. Сели на крыше. Три Карлсона в команде Геймер Ориджин. И, кстати, вот хотел я о них поговорить. Очень мало фрагов от них. Реально мало. В одной игре они дали один, в другой ноль. Но при этом они держатся на одном из комфортных мест с 10 очками. Зон начнет сужаться через 15 секунд уже. Надо идти 7-8-9 штурмовать этот самый домик. Ну, или хотя бы где-то рядом захолодиться. Там 5 складов, 13 человек в живых. Напряжение будет невероятное. На Саня ставят, кстати говоря, под телепорт. 7-8-9 очень мало гранат. И нужно будет что-то с этим делать. Подлутать, пока это не удается. Не получится. Вот так вот сработать. Выгод на дамы сопернику, спецкипера. Не получается это сделать. Нужно армор как-то восстанавливать. Положение вообще. Я не знаю. Занялись от тиммейты. Они будут штурмовать этот дом. Но нужно сносить пилоны, иначе вам не дадут зайти. Саня падает. Еще два игрока. 7-8-9 продолжает сражение. И четыре склада в живых. Вертиспро теряет одного игрока, второго также теряют. Судя по всему, Вертиспро сейчас будут выбывать из данного сражения. Саню никто поднимать пока не станет. Это слишком опасно. Слишком открыто они. Видят игрока. Знают, где тот находится. Знают, что тот зажат в углу. Сносят пилон. Нужно продолжать давление. Саня заходит, дает информацию. Начинают отстрел пилонов. Нужно будет заходить. Добро на сыр. Падает Эссетсу. И нужно будет только Эссекса сражаться в данной ситуации. Телло слишком мало хп. Нужно восстанавливаться как-то. Топ-3. И нужно поднимать тиммейтов. Дом за вами. Но пытается поменять армор сейчас. И еще удержать позицию, но не выходит. Ладно. Итак, в принципе, место достаточно неплохое. Топ-3 взяли. А теперь Сор сражаются с кем? Сор пока живы вдвоем. Да, вопрос в том, кто там. Не успел я заметить, успели ли добить гамбитов. Нет, это Мисфитс Хелп, который пришел и говорит, Хелп, ребята, я один с белым армором. Ничего поделать не могу. И Сор. Ну вот от них я уж точно не ожидал вот такого врыва на топ-1. Но это те самые люди, которых вообще практически не видно. Да, они п***ят.